Сумеречные саги Днем и ночью Под дождем И снегом Ходит по пояс голый и буравит взглядом проклятого вампира В общем, репутация понятная Однако, если пересмотреть все пять фильмов саги, как это сделали мы То можно обнаружить, что они очень разные, содержательно и визуально И не в последнюю очередь, потому что их снимали очень разные режиссеры Остановимся подробно на самом первом фильме, который сняла Кэтрин Хардвик Завязка проста Мама в разъездах с бойфрендом-бейсболистом Поэтому 17-летняя Белла переезжает на северо-запад к отцу А там школы, вампиры и оборотни Но нам интереснее художественное решение Ведь даже такой чисто функциональный эпизод, как проезд героини к новому месту жительства Может внести пару живых деталей, быстро характеризующих край лесорубов и прочих бородачей Именно о таких деталях, о том, из чего конструируется экранный мир, мы и поговорим В сумерках много разговаривают А с самого начала Хардвик ищет способ сделать диалоги живыми Отец показывает дочери комнату, в которой той предстоит жить Неловкие и оттого достоверные реплики человека, который не знает, что сказать Вот лампа, она хорошая Вот постельное белье в магазине продавщица помогла выбрать И еще полминуты неловкое топтание на месте, снято одним планом Без каких-то изысканных операторских решений, но с очень человечной визуальной интонацией Еще показательнее идущий за этим диалог на четверых в динамике Камеры подвижно следуют за героиней Новые действующие лица пожитейски образуют с отцом и дочерью композицию на четверых Хардвик избегает статики За крупными планами собеседников развития мизансцены Камере не приходится менять позицию Два персонажа перемещаются на второй план Оставляя первым молодым героем, которым предстоит возобновить знакомство Продолжение сцены также органично Белла и Джейкоб перемещаются в кабину машины Которую любящий отец только что купил для дочери у друга индейца В кадре герои разбираются в деталях подарка А зритель попутно кое-что про них узнает Белла из тех, кто будет в восторге от крепкого фермерского пикапа Джейкоб парень с руками и рад помочь И немаловажно то, что актерам гораздо проще походить на живых людей, когда их герои заняты чем-то, чем живые люди могут быть заняты в повседневной жизни С каждым следующим фильмом диалоги будут все больше скатываться в статичный обмен репликами между персонажами, которых расставили по кадру, как в школьном театре Плохом Для сравнения, в новолунии корресываются диалоги, сохраняют признаки жизни, но новые пространства в них не открываются А содержательно они сводятся к поводу показать страдания того, кто на этот раз оказывается третьим лишним Например, эта плоская картинка нужна только для того, чтобы смотреть на то, как тяжело дается Эдварду присутствие Джейкоба На крупных планах начинает поддавливать пустота фона, отсутствие глубины И ради кадра с этим лицом герои уже почти полминуты говорят ни о чем А для закрепления эффекта – подарок на фоне грустного вампира Самый же динамичный диалог в фильме даже внешне похож на сцену с подаренным папой-пикапом у Хардвика Белла и Джейкоб не стоят друг напротив друга, а заняты делом, возятся с мотоциклом Приходят приятели, возникает шуточная потасовка Но если Хардвик похожим образом оставляла героев на первом плане для знакомства, то Уайт заканчивает сцену проходной шуткой Пять баксов на кроле Ты на И тут же через склейку оставляет Беллу и Джейка вдвоем, чтобы нарезать под музыку кадры, в которых мотоцикл обрастает деталями Мол, время идет Впрочем, это как раз не самое визуально ленивое решение А диалогов не становится меньше В машине У лестницы в кинотеатре Под проливным дождем В комнате И на прогулке Но даже здесь камера спешит остановиться и расставить героев, чтобы показать самый банальный обмен репликами самым банальным образом Средний план, крупный план первого персонажа, крупный план второго персонажа, первый через плечо второго, второй через плечо первого И снова средний план Это не то чтобы плохо, но скучно, если повторять раз за разом И даже когда в диалог включается какое-то действие, оно не становится полноценным вторым планом, даже фоном Камера просто переключается Говорит Джейкоб Белла возвращается в компактный кадр И теперь можно чередовать обсуждаемую картинку с обсуждающими головами То же самое в затмении Дэвида Слейда Бесконечные восьмерки Если герой видит и обсуждает что-то То отдельно обсуждаемое Отдельно обсуждение Раз, два, три Раз, два, три И раз, два, три В двух же рассветах Билла Кондана диалог Это обычно десяток человек, расставленные по комнате Драматичные наезды на озабоченные лица говорящих И многозначительно молчащих Тяжелые паузы, короткие реплики Герои саги любят поговорить Именно поэтому так бросается в глаза живость первых сумерек Хардвик снимает их так, словно это санденсовская разговорная инди про школьников И это отчасти объясняется ее бэкграундом До экранизации первого романа саги Режиссер успела снять инди-драму про 13-летнюю отличницу Которая ураганно погружается в проблемы переходного возраста Сомнительные новые знакомства Прогулы Истерики Воровство Наркотики В общем, все то, что может случиться в фильме Который по возрасту героини называется 13 Другий герой Хардвик Взорвавший мир скейтборда в 70-е Парни из команды Z-Boys Про которых она по сценарию своего приятеля И одного из героев той истории Стэйси Перальте Сняла королей Доктауна Фильм, бесконечный угар Сёрфинг, скейты Пацаны и девчонки Девчонки и пацаны Ну и история взросления в трёх разных версиях На примере трёх главных героев Плюс хит-леджер в роли брошенного всеми наставника В отличие от серферов-пиратов Угорающих скейтеров И 13-летней умницы, которая всё достала Героиня Сумерек не бунтует против мира Но Хардвик разглядела в книге Интересный себе конфликт Который сводится к тому, что Белла В общем-то всё понимающая о жизни обычных людей Но прохладно к ней относящаяся Заворожена чем-то непостижимым Этот, пожалуй, наименее визуально выразительный В первых сумерках разговор Случается на исходе 30 минут Который отводится на экспозицию Представления героев и ситуации К этому моменту Белла успевает получить свой пикап Проявить свою неуклюжесть на физкультуре И завести таким образом ещё одно знакомство Само собой, посидеть с новыми приятелями в школьном буфете Увидеть Каллинов Оказаться с Эдвардом за одной партой Дважды И едва не попасть под мини-вай А дальше Белла отправляется с одноклассниками На урок-экскурсию в Оранжерею Где предыдущий диалог продолжается Словно и не заканчивался Что в Джексонбурге? Как ты знал об этом? Ты не ответил мне вопрос Мы уже говорили о том, что почти каждый разговор Хардвик снимает в движении За каким-то занятием, с живым окружением, да? Потому что это и правда важно В первых сумерках почти нет Некинематографичных разговоров Благодаря этому их участники Выглядят гораздо живее, чем в следующих фильмах И мир вокруг них живой Сравнить хотя бы этого Милягу Джейкоба С той мускулистой марионеткой В которой его будут превращать авторы следующих серий Поэтому, когда на десятой минуте в фильм заходят калины Театральность их выхода вряд ли объясняется плохой игрой Или тем более неспособностью постановщицы Сделать их поведение более естественным Скорее, калины слишком давно живут и ходят в школы Чтобы раствориться в коллективе Они анахроничны и ведут себя так Как вели бы в школьном кино Десять, двадцать, тридцать лет назад Увы, до мюзикла дело не доходит Но калины будто находятся в другом фильме В другом жанре Вот как обставлено появление главы их семейства Все люди как люди А он словно из какого-нибудь классического ситкома Торжественно заявился Даже не из скорой помощи времен Джорджа Клуни А прямиком из главного госпитера, который все еще идет в эфире А с 63-го года Ну что еще сильнее выбивается из обстановки Сдержанной инди-драмы Так это реакция Беллы и Эдварда Друг на друга с самого начала Просто посмотрите на этот обмен взглядами Что это было? Они впервые видят друг друга Странно? Нет, вот через 10 секунд становится реально странно Это уже кадры за гранью пародии на слоумо Из рекламы средств для ухода за волосами В которой что-то пошло не так Но за гротескным комизмом первых встреч следует Раскрытие другой милой стороны Эдварда Эдварда С милыми суперспособностями не все же минивэна останавливать В общем, дело уверенно идет к знакомству с родителями Как и положено вампирам, Каллины живут вдали от людей В лесу, в замке, но очень современно Дом Каллинов идеально вписывается в сумрачный лесной мир В него даже можно эффектно зайти по ветке Настолько он часть окружающего зеленого пространства А обязательная экскурсия для гостей по дому Приводят в комнату Эдварда И эта сцена по настроению дублирует ту, в которой отец показывает Белле ее комнату Снова два человека в замешательстве Здесь почти нет диалога Да, он совсем не спит, светится на солнце и слушает Дебюси А также следит за Беллой и тайком сидит у ее кровати по ночам Если бы он не был влюбленным вампиром из романа, то точно оказался бы маньяком-убийцей То, что Белла сходу влюбляется в прекрасного принца, который ведет себя с ней как токсичный бойфренд, тревожит Но Хардвик старается компенсировать Это показывает дело не в том, что Белла безвольный, слабый человек Едва только влившись в коллектив, она сходу разруливает отношения своих школьных товарищей Один зря зовет на выпускной ее саму Другая сидит на то, что не зовет симпатичный ее парень Когда Белла раз за разом выпадает из активности своей школьной компании, будь это разговор о выпускном или поездка за платьями, можно сказать, что она ведет себя как клише героини подросткового романа Замкнутая, непонятая окружающими и так далее Но это совсем не так Она вполне социализирована, просто эмоциональный возраст с одноклассниками не совпадает Белла, казалось бы, отрешенная от всего, быстро и по-взрослому дает однозначную оценку мимолетному инциденту, потому что в каком-то смысле она старше Тем сложнее придумать, как вписать в человечный фильм о состоявшейся как личность девушки диалог, в котором произносится, например, такое И тут мы вынуждены вспомнить, что это все-таки не разговорная инди про Портландию, а экранизация Ян Кэдлт Романа про школьницу, которая полюбила вампира Будто посыпана в алмазной пыли Единственный шанс оправдать такое – свалить все на романтизм Откажемся от попытки защитить его с точки зрения над текст, а вместо этого посмотрим на то, какую роль играет здесь изображение природы Окрестности Сиэтла идеально вписываются в каноны романтизма – сумрачные леса, мхи, овраги, свет пробивается сквозь ветви – вот это вот все И поляны, на которые возлежат лев и агнец, то есть Эдвард и Белла В этой связи стоит вспомнить и самые первые кадры «Сумерек» Хардвик не зря хвалит второго режиссера Сцена с оленем не только намекает на то, что хорошие вампиры охотятся на животных вместо убийства людей и задает тему охотника и жертвы Эти кадры демонстрируют идеальный скачок от тревожного наблюдения к панической попытке спастись Какое-то время скрытая опасность этого леса будет работать И окончательно погибнет в этой сцене из второй части «Рассвета», которая как бы подхватывает начало первого фильма, но превращает его в фарс с прыжком хищника на хищника Что оправдано содержательно, но довольно глупо решено визуально Превращение природы из важного элемента «Мира сумерек» в декорации постепенно В новолунии природа еще сохраняет черты, заданные фильмом Хардвик Правда, поменялась цветокоррекция, и мир уже не такой из сине-зеленой Да и мхи не так густы, а память и поляну немного видоизменила Но пусть снят лес так, что магии в нем уже меньше, смысловую нагрузку природа не теряет Правда, используется более утилитарно Вот, трава пожухла, нет любимого ряда Дальше хуже Рез в затмении Поляна в затмении Еще не совсем фотоателье с фотообойми, но картинка двигается куда-то в этом направлении К тому же лес теперь это либо расчищенное пространство для собраний, либо фон для прохода вдоль Он всегда где-то позади героев Камера в него не углубляется Ну а в рассвете лес возникает едва ли не только в виде мелькающих деревьев Возможно, все укромные уголки уже спилили Дело, конечно, не в количестве кадров в лесу И, наверное, даже не в живописности, выбранных для съемки уголков Камера в первых сумерках, снятых Хардвик, свободно двигается и в городской среде, и в чаще Что создает эффект животного присутствия, заставляет лес и героев в нем дышать Как и положено героям романтической литературы, Эдвард с Беллой проводят время в лесных прогулках с беседами И камера постоянно находит способ подобраться к ним, сопровождать их даже в не самых удобных для съемки, но визуально выигрышных пространствах А обычно ничем, кроме красоты, не обусловлены эффектные планы С высоты, если не птичьего полета, то верхушек сосен или тосиквои Здесь замотивированы желанием Эдварда показать Белли мир, каким видит его прыгучий бессмертный И каким его можно показать, если второй режиссер творчески подходит к съемке видовых проездов А первый отправляет дублеров на верхушку дерева, чтобы едва не сдуть их вертолетом В Новолунии камера совершает декоративные экспозиционные пролеты, но когда дело доходит до разговоров Просто переключается с одного статичного кадра на другой, между встающими в позы персонажами В затмении снимает героев на фоне деревьев В рассвете о нем чуть дальше Разумеется, фильмы не сводятся к описанным выше элементам По мере развития сюжета и роста бюджета, спасибо бешеному успеху в прокате первых сумерек Увеличивается количество экшн-сцен Расширяется география Появляются новые персонажи И почти ничто из этого не идет на пользу Чем больше персонажей, тем меньше времени на их проработку Ворох экзотических союзников во второй части рассвета И каждый нужен только как носитель своих способностей Одна наводит морок Другая бьет током Третья повелевает стихиями А что они за люди? Просто хорошие Расширение географии неизбежно Когда речь идет про Вальтори из Вольтера Они ключевые антагонисты саги Но чем оправдать почти час времени Потраченный в первой серии рассвета На съемку в автоматическом режиме свадьбы и путешествия Новолуние и Затмение превращаются в бесконечное выяснение буксующих отношений Прерываемое на погоне Но после первого фильма С его финальной схваткой в балетной студии Похожей на готический собор Только избиение Эдварда в Италии Вносит разнообразие в лесные столкновения С участием гигантских волков И отрывающих головы вампиров И ничто из этого не обладает шармом Стыдного удовольствия от вампирского бейсбола Под песню группы Мьюз Но главное только в первом фильме удается В том числе визуально Выдержать баланс между живым миром И пограничным ему неуклюжим романтизмом Субтитры создавал DimaTorzok